Мы на короткое время приехали, едем на пенсионерской поездки, и заехали в Белово, сейчас мы приехали, и идем по людям, говорим там где-то, и где-то будем собирать, чтобы побеседовать. Дело в том, что я в библиотеке вашей, оставляю в каждом городе, оставляем книги, у меня 38 книг вышло где-то. Да, мои. Это книги, они сейчас православные, вышли, а я назову книги, какие в этом, представьте, мои беседы с Александром Менем, они озвучены с магнитофона. Симфония на неканоническое, лучшее в мире, симфония на жития святых я составил. 38 книг, это ответы вопросов, которые я в университетах, по радио отвечал здесь. Каждая книга 750 страниц, 64 страниц святых фотографий. Вы уже отдали библиотеку? Я уже отдал, только сейчас. Так, принеси документы, которые... Нет, документы... Не-не-не-не, показать. Теперь, оставляю визиточку вам. Да, спасибо, Господи Игнатий. Вот там в интернете, там форум. Хорошо. Там 50 книг аудио, которые я насчитал. Ага. Этого нигде нет во всем мире, отец. 12 томов златоуставной насчитанное, 12 томов жития святых, добротолюбие 5 томов, Библия вся с неканоническими, архипелаголог, Азефрем Сирин, Игнатий Бринчанин. Это все, все в интернете. Можете скачать и слушать. Да, да, все, все. Игнатий, это человек, который много пострадал в свое время. А кто? Я 87-м освободился только. Да, это друг наш, отца Александра Пивоварова. О, это ближайший. Отца Геннадия Фаста. Да, это мой ученик, он пришел в доме из Менонитов. Да, да, да. День рождения у батюшки. Ну, а Володя-то Колесников уж, сам знаешь, откуда пришел. А кто был? Его зять. Зять, он комсомолец был, в моей печке комсомольский билет жег. Я так хорошо встретил. Ну, вообще. А эти книги-то приобрести можно? Можно приобрести. Так, сейчас пойдем. Сейчас покажу. Значит так, книги, это не просто книги. И они единственные во всем мире, их нет этого. Изданный Новый Завет мой, в трехтомнике. Полное толкование блаженного Тефилакта, оно выходило без откровения. У нас выходит с откровением, которое отец Геннадий Фаста взял по всем святым отцам. И опровержение всех сектантских толкований. Там чудо. И в этих 240 святых фотографий Густава Даре иллюстрации мы расстрастили. Они подарены Путину, Медведеву, Патриарху Кириллу, губернаторам. Я положил на сердце в каждой библиотеке. Климовый надо на день рождения. Дарю каждую библиотеку. Прямо сейчас выйдем, покажем, у нас машина стоит. Климовый на день рождения подарит. Это вообще нельзя. Православное, это все здесь. Полное толкование нового заряда. Приезжал специально Андрей Кураев. Слышали такого? Да, да, да. Он ко мне на дом приезжал за книгами, когда услышал. Врал. Адьякон, Андрей Кураев. Да, да, да. Вот такое дело. Ну, Геннадий, Игнатий, Геннадий, я же, вот, на радио. А отец Аким, у нас служит там, он протаили. Да. Мы-то из тех, которые, мы принадлежали к русской православной зарубежной, белой мигрантской, царской церкви. А когда произошло объединение, мы все это признали. И священники этими патриотиками, наш епископ вместе служат. Теперь все вместе. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Вот хорошо. Ну, сейчас книги нужно где-то показать. Да, ну, давайте сюда что-то. Так, знаете, что, отец Петр, вот какое дело. У вас тут люди могут приходить и читать? Конечно. Возьмите, Геннадий. Ну, у нас, об этом, читальный зал, вы берете в библиотеке. Из одной пачки взять один, из второй, из третий. Мы вчера, в прошлом году только подарили, а у меня минимальная пенсия на 1 миллион 100 тысяч подарили. Ну, и слава тебе, Господи. Я больше 30 тысяч часов провел за компьютером. Сам набор, верстку делаю в фотошопе. Это Бог сделал то. И там же помещено 3467 моих стихотворений. Положено на музыку поется. Это Бог дал все. Я сейчас считаю, я ничего не могу признать своим. Да. Помоги, Господи, я очень рада этой встрече. Вот, это вот газета «Алтайская правда», почитайте про книги. Вот я вам дам визиточки. Пожалуйста. Держите. А это? Это про вашу библиотеку, что находятся все книги, можно брать и считать. Отец Петр, было бы неплохо, если бы вы зашли в библиотеку. А? А, Юнос-20. А, православный. Адрес Юнос-20. Вы отдали городскую библиотеку. Сейчас только оттуда. Да, да, да. А, городскую библиотеку. С часовни рядом. А, да, да. Чтобы вы зашли в смещение и сказали, что это за книга. Я им показываю, но они, видно, такие люди. А я немножко порадовался, но в нашу библиотеку. Я думаю, в нашу библиотеку. Нет, я не знал даже, что у вас есть. Конечно есть. Так сейчас же дадим. Вопросов нет. Мне подарить тебе день рождения? Подарить я в частные руки не могу дарить. У меня нет, у нас кратно. Нет, нет, нет. Это только покупать нужно. А читать, это я для людей положил вопрос. А купить тоже нельзя? Купить можно. Это дорогая? А смотря что купить. Вы посмотрите, какие книги. Вот здесь они перечисляются. Новый Завет с толкованием блаженного филакта. С комментариями. Это три книги, трехтомник. Вот одну книгу мы понесли в магазин. Мне надо проверить, сколько она. Одна книга полторы тысячи. Одна. А у нас три вместе за полторы. Это одни только цветные фотографии. 240. То, что он делает, ему нужны материалы. У нас есть, вы знаете, 90% отдаем бесплатные книги, которые есть. Так что материал нам тут не хранит. Вот скажи, Игнатий, а как сектанты себя чувствуют? В армоле. Ну понимаете, относительно сектантов они это хорошо знают, что работаем, как огня боятся. Но есть сектанты, которые сегодня приходят, руководители принимают крещение, делаются батюшками в моем доме. Дай Бог. Руководители сектантов. Ну он отлично это все знает. Но у меня работа очень необычная. Я не так, что сектант, он плохой. Нет. Я показываю, они ревностные, они лучше нас во многом. Но они не церковь. Почему? У них нет рукоположенных таких пастырей. Ну понятно. Вот что главное. Они не имеют связующей хиротонии с апостольской церковью. И они вначале упираются, а потом, когда покажут, главное наше достояние это священство. И каноны церкви, которые даны. Вот так. Здесь у меня, которые взяли, центральные библиотеки. Мы собираем людей. Вот сегодня мы хотели сейчас собрать... Вы Игнатий, да? Прошу прощения. Так, что вы прошу? Да, Игнатий. Игнатий. Слава Марановле. Да, я знаю вас. Вот мы сейчас идем по домам. Но вы московский подавкат признаете же? Не, не признаю, я не знаю. А кто вы будете? Ну, я, кажется. Священнослужитель. Нет, я, может быть... Он не расслышал вопрос. Он не расслышал. Он плохо слышал. Московский патриархат признаете вы? Патриарха. Как же не... Мы никогда, у нас вообще не было, чтобы не признавали. У нас этого не было. Мы далеки от этого. Когда мы находились в зарубежной церкви, и были, которые там стояли, да патриархия, она безблагодатная. Мы тут на пути стояли мертвы. Ну, я-то просто помню, я прошу прощения, никого не хочу обидеть. Но когда я с Барнового уезжал, насколько я знаю, что вы и ваши спасбешники, вы как бы не признавали. Никогда не было. Может быть, сейчас уже... Никогда. Это люди, которые около, которые слышали, и хотели под это подогнать. Как бы я молился за патриарха, как бы благословение получал епископа Максима, книги за благословение Максима у меня уходят. Максим по-разному отзывался. Я тоже с ним близко общение. Максим Барновойский-Алтайский. Знаю я его хорошо. Ну, бывают иногда такие выявления, что говорили, и было. Отец Зякон был и раньше, так было еще при советской власти. В чем только не обвиняли. Да, ничего нету этого. Нет, обман. Конечно, мы не одобряем то, что есть в церкви. А какой пророк одобрял все, что было в церкви? Кого не гнали, Стефан говорит, кого не гнали отцы ваши, когда распяли предвозвисившего спасения? Людям нужно сказать. Это я тоже знаю, что Верхий Завет вы прекрасно знаете. Если понимаете, если мы посмотрим... У меня вопрос в каноническом общении. Если в каноническом, все слава Богу. Каноническом. Каноническом. Абсолютно так. Так, ты еще принес? Первый. Первый. Сейчас вы уже... Вы сложите, чтобы я... Пачку, чтобы стоять. Первый, второй, третий. Ладно. Еще раз. Вверху, там, в самом конце, обыгрыные пачки. Белые. И в них написано, Том, Новый Завет. Первый, Том, второй, третий. То есть только три тома, да? Там три тома, по одному вытащить из каждой пачки. А эти три тома? А это я им тут... Сейчас поговорим. Это все вместе. Да, да, да. Значит, это от кого-то где-то как-то слышат. Им не нравится, но это ничего не значит. Недавно собрались епископы, не один. И стали судить. И тогда встал наш епископ, говорит, вам никогда, Игнатия, не завините, не верите. В общем, тут намерто все. Мы сколько, говорит, собирались, искали все это мертвое. Да, я не одобряю то, что есть. Я никогда не скрывал. А себе я одобрял, я был похож на вас. Но в том-то дело, что я не похож. Если я вижу это беззаконие, я сразу стою, кто бы он ни был, патриарх, не патриарх. Я должен выше головы смотреть. Патриарх человек, ему надо спасение иметь. А не то, чтобы мы там стояли, аллилуйя пели. Отец Петр знает, как мы с Войтою еще воевали. А потом что кончилось? Вы слышали такого Гедеона? Да. И вот он уезжал. И в Тобольске последняя речь его была, он потом митрополист авропольский. Я, говорит, 13 лет, говорит, служил здесь. А тогда была епархия у него какая? Алтайская, Новосибирская, Кемерская, Красноярская и Туба. Томская еще, да. Да. Это все одна епархия была. Одна епархия была тогда. И вот он последнее слово сказал, а мне передали. Я, говорит, служил 13 лет перед священниками. Все выиграли цемеры. У меня был один человек, который правду мне в глаза говорил. Но мы доходили до коленей. Когда я его звал на благовестие, вот так по животу похлопал. А мой брат таким, говорит, я сжался. Мой брат, пошли, оставляй все, владыка. Бог спросит, выполнили это повеление Божие? Идите по всему миру. Это главное. А в главном заложена суть любви к ближнему. Я проповедую для чего? Для ближнего. Чтобы он познал Бога. Так, показывайте, где библиотека. Сейчас пойдем. Зайдем туда. Позови наших, давай, чтобы взяли. Позвите ящик. Чтобы взяли. Только Барнаролю. Помни, я сейчас смеемся, говорю, только Барнаролю. У меня ключей нету, батюшка. А библиотеку не отмечается. Так. Библиотеку сейчас нужно будет... Второй том найти, и 3-4, на котором написано. Четыре книги вытащить откуда. Это можно отнести. У нас воскресная школа. Ага, прекрасно. У нас около 160 детей обучаются. Дети приходят. Много детей. Смотри-ка ты. Нина Александровна, как открыть библиотеку? Найди больше. Пытаюсь, Вася. Вы себе очень. Так надо пройти как-то, слышишь? Сказать, что второй наш ящик. И из третьего, 3-4, которым написано, взяли 4 книги. Вот она где, берлова, она же дала. Мы еще раз залезли, чтобы были. Так, а кто? Залечили немножко ремонт, он занялся. Так, пока постойте, я, наверное, скажу, чтобы выбрать основной принесли. Дальше. Продолжение следует...